Закладчики наркотиков такими маленькими партиями. Это курьеры называемые, которые закладывают для того, чтобы им взяли потребителей в тех местах, куда им укажут. Вот они у нас. Вы обратились к сотрудникам полиции за помощью. Что они вам ответили? Я в доме, вот уже просто невозможно. В подъездах закладывают, подоконники разламывают. И, в общем-то, обратилась к сотруднику полиции, говорю, вы нас, вот здесь вот каких-то экстремистов и преступников, хороняйте. А вот то, что там происходит, незаконное действие, почему вы их не отслеживаете? Почему вы с ними не боретесь, теми закладчиками наркотиков, которые делают закладки в домах? Вот это незаконное действие. Почему вы их не преследуете? И мне он сказал, а вы подойдите к ним и вежливо скажите, что они совершают незаконное действие. Я говорю, как это я к нему подойду и скажу, что он совершает незаконное действие. Я потом вообще, вот я, во-первых, прав на это не имею. На это имеете права полиции. А за что будет полиция тогда отвечать за свою работу, которую она должна делать? Полиция должна следить за тем, чтобы не было незаконных действий, закладки незаконных, вот этих вот наркоторговцев. С наркоторговлей, да, полиция должна бороться, а не пенсионеры. Как это так подойти к наркоторговцам и вежливо с ними разговаривать? Да, да, было очень, 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 с упором, несколько раз он мне повторил. Вы должны вежливо подойти им и сказать, что они совершают незаконное действие. Вот мне припоручил полицейский выполнить его работу. А он зарплату вам не предложил свою отдать? Я его спросила, говорю, а вы за что такое получаете зарплату? На это было наобещание. Вот я должна вежливо, прям упорно, вежливо подойти и указать на то, что они совершают. Ломают нам подоконники, ломают нам в подъезде. И все сооружения, которые они могут использовать, как тайники, это нормально. Но я должна выполнить их работу. Причем рискуя своей безопасностью. Да. То, что ты ему кажешь, потом они тебя просто выследят. И прирежут где-нибудь в уголке. И тебе же потом прилетит. Да. Потому что они, конечно, знают, если я иду, значит, я здесь живу. Значит, я сюда еще раз... Ну да, а деньги в наркоторговле же огромные крутятся, поэтому... Да, я так думаю, что без покровительства полиции не обходится вообще наркоторговля. Ну... Какой притон будет долгое время работать, да, без покровительства? Ну, если они прибыль не имеют, то они, значит, и закроются, конечно. Не будет этих закладок. Ну, а тут, понятно, что здесь, наверное, не просто так происходят закладки в домах и под подоконник, и в подъезде. И вообще, вот тут немыслимо, куда они еще что-то разломают и куда-то засунут.